О своей готовности к оперативным действиям Андрею Бральнину доложили спасатели, пожарные, полицейские, врачи скорой помощи, сотрудники Котлас Газсервиса, электросетей, горводоканала, ПОКИТС. Всего в смотре приняли участие 11 предприятий и учреждений Котласа, порядка 60 человек и около 20 единиц техники. По итогам проверки глава отметил слаженную работу всех звеньев территориальной подсистемы РСЧС. В этом году мы ожидаем то, что возможно какие-то территории будут потоплены, потому что есть гидрологические прогнозы и та ситуация, которая сегодня у Устюга возникла, есть определенные предпосылки. Но вот сегодня мы посмотрели, все наши службы готовы для того, чтобы пройти сезон с минимальными потерями. Оперативные службы города и области не случайно готовятся к наихудшему развитию событий. Ведь на отдельных участках Северной Двины сформировались серьезные заторы, протяженность некоторых составляет около 100 километров. Согласно исследованиям, проведенным гидрологами, в этом году лед сформировался под влиянием с одной стороны зимнего ледохода, когда после продолжительной оттепели на ряде северных рек начался процесс вскрытия, а с другой на фоне быстрого замерзания после установившихся морозов. Вместе эти процессы дали заторошенность отдельных речных участков. У Великого Устюга, поселка Дябрино в Красноборском районе и в Котласе. Сегодня уровень воды на Северной Двине в районе речного вокзала составляет 125 миллиметров, что в два раза выше показателей 2015 года. У нас где-то ориентировочно с середины апреля начнет уже работать ледорезная работа бригада по Северной Двине, освобождение опор автомобильного моста, вот как по аналоге с прошлым годом. Если у нас Волгода сработает, то есть 5 апреля у нас запланирована работа совместная, работа оперативного штаба на Великому Устюге. Если сработает Волгода вовремя и свои работы выполнит, то я думаю без осложнений. На сегодня вопросы эффективного межведомственного взаимодействия в случае возникновения угрозы подтопления наших территорий отрабатываются не только с вологодскими партнерами, но и с представителями республики Коми. Ведь если все превентивные мероприятия будут выполнены на высоком уровне или доход пройдет спокойно, проблемы могут возникнуть со стороны северных рек во время прохождения паводка. В этой связи сейчас планируется и нам ввести мониторинг с ними, когда их реки встают ото льда, чтобы мы знали вот эту волну, уровень воды, которая подходит уже к нам, чтобы вовремя известить население 46-го лесозавода, провести эвакуационное мероприятие.